23 января в актом в зале администрации состоялось очередное оперативное совещание с участием руководителей организации предприятий, а также представителей надзорных и контрольных ведомств. Ликвидация аварий и протечек имела место в работе ТСК Мосэнерго на прошедшей неделе. Информацию представил руководитель электрогорского филиала Олег Мочилов. Мы в прошлом неделе проводили работу между Горького и Горького. 4 и 6. Сейчас там проезд закрыт, я так понимаю, да? Мы делаем, мы искажем, будем устроиться, пока не все доронируем. И гарантийное письмо будет, естественно, на администрацию, но 1 мая мы все это будем устроить, как должно быть. Хорошо, а сегодня нужно работу закончить, чтобы проезд открыть. Хорошо. Все засыпать, щебенки привезти, трамбовать, чтобы люди могли проезжать. А вот работы, которые вы Горького 1А, вы где планируете проводить? Здесь. Ну где именно, там во дворе или... Нет, это у нас параллельно администрации попадает под отключение 406 домов, 2060, да. Для школы, самой администрации, торговый центр, Айсберг, довольно большое отключение, практически есть район. А там вскрытие асфальту покрытия будет? Нет, там надземная трасса идет в лотках. В лотке сейчас снимают на улице, да. Хорошо, а какой примерно срок работы закончить? Потому что у нас там... До пяти вечера, я думаю, что все мы закончим. До пяти вечера? Да, конечно, все мы. Но мы постарались раньше, но поверьте мне. А у вас вот эти трубопроводы, которые вы постоянно ремонтируете, они вошли в МВС-программу? Я не буду на ремонт? Нет. Нет? Все еще зиму мы так же будем постоянно все остановить? Нет, все еще зимы нет, мы вошли в МВС-программу, я написал отдельное письмо, и я не буду ответить в теплотрассе. Цена этой теплотрассы стоила 10 миллионов рублей, и сейчас проводится бюджетное согласование бюджета на 2017 год. Я думаю, что я доблюсь, первое, переложить, второе, чтобы был нормальный изолятор. Изолятор там практически надо. Хорошо, держите нас в курсе. Вы стараетесь сегодня работу, которую вы запланировали, в кратчайших сроках закончить? Тем более там сады, чтобы кешком, никаких там некомфортных условий не было. Отрабатываются заявки, проводится работа по благоустройству. В штатном режиме работает управляющая компания «Ленком», доложил генеральный директор Арамиль Абдул-Валиев. Заявки, которые поступили в управляющую компанию, были разработаны на работе и на сроках. На прошлой неделе занимались работой по благоустройству, это очистка на дворных территориях от снега. Занимались опиловкой, опиловкой, на улице просомы. Занимались опиловкой, также на мебельном, в районе мебельного комбината между домами. Занимаемся работами по ремонту подъездов. Ремонтировались на сегодняшний день два подъезда. Установили опоры уличного освещения на улице Плассона. Сегодня занимаются тем, чтобы в последующем подключить, установить освещительные приборы и подключить их. На этой неделе планируем установить пять опор на стоянке в Лосеи и на обалдежном центре. Также осветить много заснасил. Мы сделали три подъезда. Освещение на стоящего поля. До конца ими на текущего месяца, по-моему, закончить террору. Также хотелось, чтобы представители ТСК Мусанарга, наконец-то, пришли, насколько сильно будем, посмотреть на те замечания, которые устранены по протоколу, по монтажу, как говорится. Только там уже было, нужно уже тихонько засыпать эту трассу. Я понял. А вы изоляцию закончили по Лени-47? Изоляцию, ну, половина трассы уже закончили, больше половины. У нас, в принципе, осталось работать не так лозно. Олег Медельевич, вы у вашего представителя в кратчайшие сроки нужно, во-первых, там открыта теплотрасса, получается, там траншея, и в ней лежат две трубы. И на выходе кто-нибудь туда или как-то залезет, или там провалится. То есть нужно быстро, оперативно закопать. Для того, чтобы закопать, нужно эти работы принять. Сегодня же выехали, посмотрите, что там сделано. Если нет замечаний, пусть тогда закапывают. Хорошо. Есть возможность, вот снега нет, грубо говоря, да, и посмотрите состояние всех детских и спортивных сооружений, в этом дворах. Потому что последний раз проверяли еще тогда, осенью, сейчас, что, какая ситуация, вот после Нового года. Все закрепить, все, что нужно заменить, либо подворить, либо подтянуть, то есть все работы нужно по детским площадкам незамедлительно провести на этой неделе. И обратите внимание на вывоз снега с внутриквартальных дорог, с проездов и у входов подъезда. То, что на прошлой неделе, те работы, которые провели, очень много сделали, куча. Вот мы с вами делали объезд, когда смотрели, там, Крыженовской, там, 7, 10, и на Советской, очень, и на Горького. В общем, работы вам сейчас хватит. Ввозить снег нужно, оперативно. По классу, я так понимаю, освещение на этой неделе закончите? Сегодня закончится. Сегодня закончите, а когда включите вы, Ленин? Осветительный прибор, опять. А, осветительный прибор? Компания, могут они дать сейчас осветительный прибор? Потому что сколько, 5 или 6 нужно? Ну, в 5, это было совещание. Я так понимаю, чтобы обещать, да? Час, эти чаты привезти. Ну, какая-нибудь конкретно об этом. У вас есть ремонтная база? Есть. Я боюсь, если я оттуда возьму, потому что мы восстановили. Можно воспользоваться пока ей. А с Игорем Петровичем мы тогда оперативно решим, что мы добавим. В компании «Мособлэнерго» имело место одно технологическое нарушение. Проводится работа по присоединению новых пользователей. С докладом выступил руководитель электрогорского филиала Игорь Чеканов. С авторника на среду вышло из строя две кабельных линии. Линии, значит, восстановили, запустили работу. По работам, значит, выполняются работы в районе городской бани, белого моха, спецбретона. Это работа детального имущества. По технологическому присоединению работа происходит в районе зеленой и улицескологичная. В планном порядке осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение, дорожное хозяйство и благоустройство. В прошедшую неделю работали согласно муниципальным заданиям на вечный план. Основной упор делался на выпуск снега, ну и обработку дорожного полотна, поискосредственной смеси. Все остальное в рабочем порядке. В оперативной сводке люди обращаются с улицы Юго-Западная. Первый и второй проезд не расчищены. Прочистили. Прочистили? Да. Ну, нет. Хорошо. И обратите внимание, вот мы делали, когда большой вход по городу, я вашему представителю там давал некоторые замечания, в частности, между новым и старым бульваром, там, в середине, там, на полотне, и большая пища снега, которую там не подвинули, и мы сейчас не сделали. Это не наша точка. Мы определились там, кто это нагрев. Ну, вы уберите там, или я не знаю, если вы уберете, Амир Ильич. Ну, ее надо убирать же. Согласен. Ну, а то каждый должен свои шишки убирать, правильно, да? Амир Ильич. Это какая-то конность? Между бульваром. Между с 7-ми бульваром. Ну, у старого бульвара. Я не знаю, что вы определитесь, только сегодня обязательно эту кучу надо убрать, либо совместно, либо кто-то. У меня туда плосбы огромные, а куда ваши шишки, они не следовали, они не следовали, они двигают дальше. И также желательно, если внутри кварталки на дороге, снег не двигать. Михаил Ильич, удивительно, сегодня в проекте, посмотрите, что там нужно выездить. Я уже 90% куч, которые мы убрали с проезжей части, я только гребеной из внутри кварталки. На самом деле. Все, дорога новая Крыжновского, дорога нового Крыжновского, которая из плит, ее нужно расширить. Улицу Классон нужно рассчитанно расширить. И тротуар, который идет по Классону, подходит к железной дороге, где шлагбаум стоит. Там вот заездки, я говорил вашим представителям, что там расширить нужно и почистить заездки. Хорошо исправят работу и так далее. В управляющей компании ТСН Ухтомского 9, ТСЖ Наш Дом и ООО СХРУ работа осуществляется в штатном режиме. О работе муниципального предприятия дирекции единого заказчика отчитался руководитель МУПДЕС Александр Лавриненко. В прошедшую неделю работы в плановом режиме также принимали участие в организации праздника Крещения Господня на озере Газбожья, возле городской бани. Хочется выразить свою благодарность за помощь в оборудовании Купеля Капустина Юрия Николаевича и Баканова Александра Николаевича и его инициативная группа. Всем большое спасибо. ТСК Мосэнерго сейчас проводит работа по устранению аварийных и нештатных ситуаций на теплосетях. Возьмите все адреса на особый контроль и ТСК Мосэнерго пусть вам представят графику устранения. То есть как только погодные условия позволят выполнять асфальтирование, сразу же во все дворы, во все микрорайоны, где проводили ремонтную работу, вскрытие асфальта, незамедлительно нужно уходить и устранять. Чтобы у нас к майским праздникам все было готово полностью. У нас на каждое аварийное разрешение берем гарантийное обязательство с конкретным и сроком устранения. И второе, хотел отдельно вам и управляющей компанией, и всем, кто помогал в организации проведения праздника Крещения, высказать слова благодарности, очень грамотно все подготовили, создали максимально комфортные условия для людей, которые там были. Сергей Евгеньевич, там отдел полиции, скорая помощь, МЧС, тоже вся оперативно слаженная работа. У нас никаких таких ЧП и никаких несчастных случаев на этом мероприятии допущено не было. Ну и самое главное, чтобы люди были на самом деле довольны и организацией, и самой подготовкой. Спасибо всем, кто принимал участие. МУП «Порядок и ритуал» работает в штатном режиме. Также в штатном режиме работает многофункциональный центр «Мои документы». За отчетный период оказаны 1204 услуги. Сотрудники проходили обучение по новым услугам. Территория убирается, все штатно. Единственное, что пока еще сохраняется проблема по просрочкам заявок Росреестра. Со слов руководителя имеются как технические проблемы, так и кадровые. Ну, решают. Очень надеемся на... Люди, которые обращаются, вы им разъясняете, что ситуация не в Электрогурске и не в ОГО МФЦ. Да, разъясняем. База Росреестра, она на сегодняшний день находится в модернизации. Поэтому идут задержки. Александр Евгеньевич, когда планируете провести совещание по последовательности? Сегодня? Да. Хорошо. Управить компанию пригласили? Всех пригласим, обзвоним и сегодня сегодня. А ТСЖ в курсе? Нет. Нет, пока еще не в курсе, сегодня всех обзвонили. Ну, пока здесь сразу по совещанию всех. Пригласите тогда и проведите, и по результатам доложите. Хорошо. О работе лечебного учреждения города за прошедшую неделю информацию представил главный врач Николай Суворов. Всего по больнице 154 пациента, 92, 64 номера, обращение 64, принято 32 и вызов по скорой помощи 68. Николай Александрович, когда мы приходили на территорию больниц, к вам делали обход, во-первых, доложите какая-то ситуация, когда будете устранять аварии с утечкой. И второе, держите меня в курсе, когда начнете проводить опиловку. Вот того участка, где мы проходили с вами. И пока погодные условия позволяют и есть возможность провести там работу и навести порядок, нужно максимально быстро, до конца февраля, провести полностью опиловку с подготовкой этого места. Ну, по данному вопросу, все института доложили, что сегодня приступят к работе. А по второму вопросу, я так думаю, что где-то до 1 марта мы все это выполним. Хорошо. В Электрогорске имеет место тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ. Информацию по данной теме представила заместитель руководителя территориального подразделения Роспотребнадзор Ирина Смагина. Регистрировано 167 случаев заболевания респираторно-вирусными инфекциями. Это на 27% ниже эпид-порога, который установлен на этой неделе. Заболеваемость снизилась также в группе старше 15 лет. Но заболеваемость среди детей, которые посещают организованное коллективо, осталась на прежнем уровне. Поэтому задача на сегодняшний день – профилактика заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями и гриппом, потому что возможна новая волна роста заболеваемости. В связи с этим необходимо обратить внимание на людей из категории риска, то есть привитых против гриппа, людей, которые страдают хроническими заболеваниями, беременных, если у них регистрируется респираторно-вирусное заболевание или подозрение на грипп, обязательно медицинское сопровождение. И, конечно, фильтры в детских и дошкольных учреждениях, в школах. Никто карантинные мероприятия не отменял, поэтому в больнице на обученный день, до средства, но тоже до средства и утренние фильтры, еще раз повторюсь, в детских и дошкольных учреждениях. Своевременное обращение за медицинской помощью и квалифицированная медицинская помощь – это из-за того, что заболевание закончится благополучно. Из других инфекций – у больничной пневмонии, два случая заболевания, в одном случае болел ребенок, острая кишечная инфекция, три случая заболевания, также заболел один неорганизованный ребенок, три случая витрингового в детском саду, в 35-м. И два укуса нанесены известными животными. Роспотребнадзор сейчас проводит обследование торговых точек в связи с законом о запрете продажи спиртодержащей продукции, но приказ, в соответствии с которым запрет был, он уже закончился 21-го числа, то есть мы на прошлой неделе проводили запрещенной продукции, не было. Конкурс «Юные таланты Московии» – турнир по тяжелой атлетике на приз Юрия Берестова. О прошедших и предстоящих мероприятиях информацию представила начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики, управление развитием отраслей социальной сферы Лариса Карапетян. В Доме культуры провели мастер-класс по изготовлению открытки на тему «Днем рождения». В субботу в Доме культуры состоялся областной подъемный конкурс «Юные таланты Московии». Со 17 по 22 января в городе Чемпорт проходил всероссийский турнир по тяжелой атлетике на приз олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. Возрастная категория 2004 год и моложе. В этом турнире принимали участие и наши спортсмены. Наши спортсмены привезли первое и третье место. 15 января в городе Москве прошел турнир спортсменных школьников 2017. Наша воспитанница клуба «Ровесник» Ларина Дарина признана лучшим игроком этого фермира. 22 января проходила первенство Московской области по хоккею. Наша команда обыграла команду «Луч» Сергея Посадов со счетом 6-5. И хотелось бы донести информацию для всех штук города. С 1 февраля в нашей городской 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 области начинает работать для детей кружок по шахматам. У всех желающих родителей просим обращаться по номеру 33346 за страхами. Также хотелось бы донести информацию о том, что 4 февраля у нас пройдет городская лыжня «Электрогорск». И всех желающих подать заявку обращаться по номеру 370753 по делу «Электрогорск». Лария Сергеевна, вопрос. Выходные посещал хоккейную площадку, которая за лидером. Угу. Вот две раздевалки работают. Да, работают две раздевалки. У вас кто проводит уборку внутри двух раздевалок? У нас сейчас принято работал сотрудник и он... Понятно. Сотрудник, он отвечает за заливку катка, за уборку катка. Вопрос идет конкретно, вот нужны, наверное, я так понимаю, женские руки, чтобы хотя бы раз в день там подметать. Хорошо, но кто-то слышит. Вот кто выбирает лидер, там есть же дворник, уборщица, правильно? Можно же зайти туда и подмести два вагончика. Особо много работы нет. Ежедневно нужно запишить себе, ежедневно нужно проводить уборку. Ну, второе, продумать по поводу вешалок. Люди раздеваются, придеваются, некуда даже повесить там ни курку, там ни олимпийку, там вообще некуда. Просто все сумки, все сумки также лежат на скамейках. Конечно, нужно приобрести в каждую раздевалку. И уже встречи возникали, у тебя решили, да. Вот, нужно в каждую раздевалку повесить там по две, по три вешалки, чтобы людям, когда раздеваются, могут вещи повесить. И также уже Надежда Сергеевна, миссис Ларис Сергеевна, продумайте, нужно будет повесить, заказать небольшие такие щиты, типа доски объявлений, где будет висеть информация. Там внутри должна висеть информация, во-первых, режим работы катка. Также оповещать, допустим, сейчас будет у нас Лыжня, Электрогорска, да. Там же можно будет оповестить информацию про Лыжню, Электрогорское мероприятие, где, когда она будет. То есть пригласить всех желающих. И телефоны со всеми адресами службы городских служб. Вот там пожарная часть, МЧС, отдел полиции, скорая помощь, куда кто может обратиться. Ну, всякие разные случаи бывают, тем более там вагончике место позволяет, можно разместить, чтобы люди эту информацию всю видели. Оно должно быть наглядно. Зональные соревнования по шашкам и шахматам. Занятия в рамках конкурса «Педагог-2017». О работе образовательных учреждений города доложила начальник управления развитием отраслей социальной сферы Татьяна Панкова. Команды лицея и школы номер 14 принимали участие в зональных соревнованиях по шашкам и шахматам, которые проходили в Балашихе. 19 января на базе металлического центра прошел практико-ориентированный семинар для учителей английского языка, электронной формы участия, современный инструмент достижения образовательных результатов. Также в течение прошедшей недели в образовательных организациях города проходили открытые занятия в рамках городского муниципального конкурса «Педагог года Подмосковья-2017». И мне сегодня очень приятно отметить, что в рамках спонсорской помощи наше образовательное учреждение «Школа для обучающихся с ОВЗ» получило комплект мебели, который включает в себя компьютерные столы, полки, шкафы. Это очень приятный такой момент. Очень рады за это учреждение. Спасибо спонсорам. Татьяна Викторовна, мы когда с Анастасией Игоревной формировали бюджет на 2017 год, помните, там закладывали по некоторым учреждениям, в частности, я помню, полицея, там замена мебели в столовой по 39-му детскому саду. У нас там, если я не ошибаюсь, там белье, посуда идет, по некоторым учреждениям там тоже идут посуды, некоторые утраты. Вы, чтобы не откладывать эти все закупки на конец года, потому что это крайне необходимо, то есть уже начинаете готовиться к проведению закупок и приобретению этих товаров. Потому что это нужно делать в начале года, потому что вот и есть потребность. Хорошо, спасибо. В Павлопосадском техникуме начались выпускные экзамены. На прошедшей неделе студенты третьего курса у нас выдавали экзамены. Сейчас они готовятся к защите властной квалификационной работы. В авторник мы провели педагогический совет, посвященный подведению итогов первого семестра 2016-2017 учебного года. Вся остальная работа проводилась согласно утвержденным планам. Хорошо, а территорию у вас почищены? Почищены, да. Информацию о работе отдела социальной защиты населения представил руководитель электрогорского ОСУЗН Владимир Морозов. В прошедшем деле все учреждения подвесились на развитие Московской области в оборудовании штатов в режиме. Мы сдаем отчеты в министерство, готовим компенсационные выплаты. Сейчас в данный момент согласовываем план проверок по доступной среде. Как только он будет согласован, разместим его на сайте и начнем работать. Также делаем заявки министерства по поводу санатору кровного обеспечения нашего годника. Ну и текущая работа об осуточении граждан личных приемов на сегодняшний день. Хорошо, Владимир Анатольевич, Ольга Олеговна и Сергей Евгеньевич. Я вас попрошу на этой неделе уже встретиться. Нам нужно взять список всех ветеранов, участников Великой Отечественной войны и начинать делать объезды полуквартирно. То есть смотреть, кому что необходимо. Либо ремонт, либо медикаменты, либо какая-то другая иная помощь. Чтобы 9 мая оказать полностью всю помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Чтобы не затягивать это на апрель, на март, когда уже по времени будет поздно. 18 предписаний о нарушениях закона в рамках зимней уборки города выдано территориальным отделом Госадомтехнадзора соответствующим организациям. Все они были по нарушениям установленного порядка проведения зимней уборки. Основной акцент в работе ставился на объекты РЖД и их подрядную организацию ТППК, отвечающую за уборку платформ, за уборку путепроводов, мостов. Также на МОЗ «Автодор» за ненадлежащее состояние содержания тротуаров и остановочных павильонов, которые сегодня, в принципе, находятся практически в том же состоянии и не выдерживают никаких нормативов. Также возбуждены административные дела. И продолжаем работу по мониторингу за состоянием содержания прилегающей территории торговых объектов. На завтра запланирован объезд, да? Да. Как полагается, да, в проекте. Посмотрите, тогда завтра состояние торговых объектов, уборка парковок и вывоз с ними, как происходит вывоз с ними. В том числе и дорогу общего пользования, внутриквартальные дороги. Каком состоянии у нас состояние и школьные, и дошкольные учреждения. То есть, тоже посмотрите тогда. Обратим внимание. Хорошо. Пожары в СНТ стали причиной ряда выездов подразделений 110-й и 254-й пожарных частей. В неделю 50-й часть выезжало 8 раз. 18-го числа пожар, СНТ-сахарник. В результате сгорело 2 дачи. 3 проведения освердствий, агент с нас со скорой помощью. 3 проведения аварийно-спорядковных работ, агент с НОБИВА. И один МУС рулит с Советского. Мой напарник доложил. Единственное, 1054-й часть еще выезжала. На помощь город Многинский район, деревня Караваева. Это улица Баравая 5, СНТ, бумажный. Дом двухэтажный. Большие размеры, большие площади. Вызывали автономную помощь. Вмажные, но дома спасти не удалось, конечно. И в выходные дни совершали работу с населением по правам пожарной безопасности. Это в основном СНТ. Опять говорю, СНТ, потому что выезжали там пожары. Работали с населением по правам пожарной безопасности. Так вот. Без резонансных правонарушений прошла неделя в Электрогорске. Доложил начальник городского отдела полиции, подполковник полиции Сергей Пронин. За прошедшую неделю в отдел полиции поступило 39 сообщений. Из них семейный бутылок 7, телесных 4, смертей 3, мошенничество 2, взбирание 1. Сотрудниками полиции выявлено 31 административное правонарушение. Возбуждено одно уголовное дело. В принципе, наиболее значимого ничего нет. Единственное, хотелось бы после оперативного совещания провести по субботе то, что мы с вами проговорили, каким-то образом вместе совещали. Так вот закончили. Нарушение лесного законодательства не зафиксировано, отметил в своем выступлении участковый лесничий Александр Брусков. По желаниям главы городского округа Электрогорск Дениса Семенова хорошей трудовой недели, оперативное совещание было завершено.